Хэллоуин это праздник страха, поэтому мы здесь. А еще мы забыли поздороваться. Всем привет. И это поистине страшный день, потому что, во-первых, я с косичками. Вот так. Это, блин, страшно, я понимаю, извините. Во-вторых, когда я на кухне, это страшно, потому что я сметаю все на своем пути себе в рот. А когда я на кухне готовлю, пытаюсь готовить, это слишком страшно. Но сегодня пытаться готовить я буду не одна, а с Олегом, потому что такое только на Хэллоуин показывать можно. Ну, типа, чересчур страшно. Я нашла рецепты мило выглядящих блюд на Хэллоуин, чтобы покушать и напугать вас тем, что у нас получится. И обделаться самим во всех смыслах этого слова в процессе готовки. А для этой готовки нам понадобится футболка для Олега, а еще нам понадобится хурьма, бисквитный торт, отрыжка Олега, сосиски, маршмеллоу, черный шоколад, белый шоколад, мы не расисты, булки для хот-дога и яблоки. Ах, забыла самое главное. И тыквы. Они нам не понадобятся в рецептах, но достаточно по-хэллоуински. А вы знали, что Хэллоуин это праздник, который зародился в англоязычных странах? Поэтому ему повезло. Он хорошо знает английский. И мне тоже повезло. И вам тоже повезло. Со мной. Потому что сейчас я поделюсь с вами методом, благодаря которому все будут думать, что вы тоже в англоязычных странах зародились. Прям как Хэллоуин. Только не такие страшные. Этот способ очень простой. Всего-навсего надо учить английский. А вот если отбросить шутки, то недавно я начала заниматься в онлайн-школе Skyeng. Думаю, вы о ней уже слышали. Я прошла первый бесплатный вводный урок и первый обычный платный урок. И сейчас поделюсь с вами своим непредвзятым честным мнением. Первый хороший момент это то, что я занималась один на один с преподавателем, который тестировал мой уровень английского. И выявил мой уровень языка. Второй момент. В Skyeng все интерактивное, понятное для восприятия. И вообще эти красивые картиночки хочется разглядывать вечно. А еще вам больше не нужны никакие учебники и тетрадки. Более того, вам даже ноги не понадобятся. Чтобы дойти до этой школы. Потому что это онлайн-школа. Все, что вы изучили, сохраняется в вашем личном кабинете. И вы можете просматривать сохранившиеся уроки 24 на 8. Я, конечно, понимаю, что вам не захочется этого делать, но это удобно. И самое главное. Преподаватели Skyeng снимут с вас языковой барьер. Потому что большую часть времени говорит именно ученик. А урок начинается сразу с вопроса Думаю, мне уже удалось вас убедить в том, что стоит попробовать изучать английский с интересом. Потому что я сама, вот, например, зная свои способности, уже купила огромный курс на 80 уроков. Английский это язык возможностей, а Skyeng это возможность выучить английский язык быстро и легко. Поэтому вот вам информация. По ссылке в описании вы можете тоже пройти первый бесплатный интересный урок. А когда вы решите оплатить дальнейшее обучение, по промокоду в описании вы получите еще два бесплатных урока. А если вам еще нет 18 лет, то поделитесь, пожалуйста, телефонным номером вашего родителя, чтобы ему позвонили и согласовали дату урока. Ой, пока вам рассказывала, аж проголодалась. С чего начнем? Мы же сосиски. Я на диете. О, как арбузик. Спелый. Ну, нет, нет, я имею в виду, ну, на, жди, да. Блин, не, 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 ой. Ты кошечка. А, я думал, что это она. Я в цветах буду. И вот еще есть фейковая кровь, как думаешь? Нам понадобится или свою сделаем? Передозировка с ягодным сиропом у нас. Передозировка. Не звоните копам. Давай. Куда ты хочешь? Ой, 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 ой. Как будто я уже что-то съела. Как обычно, блин, нажралась. Побидло. Похоже, как будто ты жрала кого-то. Похоже, что я всегда кого-то жру. Первый рецепт звучит так. Кстати, все те же сосиски в тесте могут быть и в еще более быстром исполнении. Булочки для хот-догов, правильно надрезанные пальцы и кетчуп. Вот и все. Для первого рецепта нам понадобится нож, сосиски в тесте и кепчук. Уберите. Я вытру. Олег, я замуж не выйду никогда. Я сосиска. Расчленяем сосиски. А затем так много. А, ты голодный? Продолжай. Или ты мне все нарезаешь? Затем, вот так делаем. Ну, хватит. Обнажили сосиску расчлененную. И начинаем вот так как-то что-то. Вот так. Мамочки. Вот так вот. Можно и так? Нет. Нельзя. Ты что делаешь-то, Олег? А ты что делала? Я сделала ноготь. Похоже. А, ты это имел в виду? Да, ноготь. Нет, я понимаю, что Хэллоуин, но так уродовать сосиску, это бесчеловечно. У меня желтые ногти будут. Делаем ноготь. Делаем ногти. Блин, а почему у тебя более похоже, чем у меня? Ну, короче. Берем булку и режем ее. Вместе с рукой, желательно, да? Булку вот так вот тоже. Расчленяем. И вот так. Вот так вот кладем. Да, выглядит хорошо. Вот так вот кладем. И вот так вот делаем кровь. Похоже? Нет. Насил вкусный кептик. Смотри. Не, не, не. Да, да, да. Оп. Ой, околас. Палец кладешь и размазываешь вот так вот кровь. Палец окровавленный. Чего? Не похоже, да. Да, просто идентично. Я вот думал, зачем нам нужен готовый торт? Ты решила, типа, ну если совсем все провально будет, просто положим, типа сделали. Торт. А, для чего нам нужен готовый торт? Я вот тоже не понимаю. Красиво очень. Как будто с мясом. Даже портить не хочется. Фу. Все как будто с курицей пирог. Шоколадный пирог с курицей. Второй рецепт звучит так. Кстати, совершенно очаровательные привидения выходят из слегка расплавленных кусочков. Я же представляю, как мы делаем слегка расплавленные кусочки, но продолжаем. Я не представляю. После того, как шоколадом вы дорисуете им глаза, получится прекрасное детское угощение для Хэллоуина. А зачем глаза? Короче, кубиками нарезаем. Торт. Сверху кладем маршмелинку, а потом после духовки, микроволновки, готово. Давай вот так. И так хочешь? А как еще? Вот так, да. Да-да-да. Ну да-да-да. Не слизывай. Подсоримся. И в микроволновую печь. Вот так вот берем. Тихо-тихо. Ну блин, я хотела, чтобы ты испугался, а ты не испугался. Давай! Ой. Тихо. Лады. Открывай. Как тебе? Я не знаю, что сказать. Блин, торт прилипает к зубам, к рукам и маршмеллоу тоже прилипает. Вообще, отвратительный десерт. Дизлайк. Ну, не повезло два раза. Не повезет и в третий. Следующий рецепт. Кстати, обыграть можно все. Например, яблоко. Выберите кроваво-красные плоды, окуните их в шоколад расплавленный. Это ужасно. И готово. Страшное угощение в духе Хэллоуина у вас в кармане. Ой, лучше на тарелке. Как топить шоколад будем? А противно работает. О. Олег, там что-то трещит. Я тебя отмечаю. Ой, 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 ой. А что пахнет-то уже? В смысле пахнет? Чем пахнет? Фу, блин. Нет. Олег, это слишком по-хэллоуински. Олег, это слишком по-хэллоуински. Олег, это слишком по-хэллоуински. На очереди у нас смузи... Хурьминный смузи. Для приготовления хурьминого смузи нам понадобится хурьма, йогурт натуральный, бананы. Но я решила совместить, поэтому у меня натуральный банановый йогурт. А почему? Как так к хэллоуинам относится? Просто хурьма это вообще слово страшное само по себе. Неоднозначно такое типа хурьма. Хурьма. Че за хурьма? Неприятное слово. Уже не вяжет. Ой, нет, вяжет. Маленькая деталь. Пьем за вас, если будет пицца. И спойлер, пиццы не будет. Че, пьется? Так давай так. Я первогодная, кстати. Меня тебе с собой заверну. Мы много времени потратили на готовку, потом много времени мы потратим на туалет. Ну как-то, ну беспонтово. Но мы надеемся очень сильно, что вам понравилось. Простите. Надеюсь, ваш холлайн пройдет лучше. Мы вас всех безумно любим. Целуем, обнимаем. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok